сессии на выставке world food 2022 идут буквально одна за одной недостатка в спикерах недостатка в темах недостатка в экспертах нет с нами сейчас данил ильин спикер одной из сессий как я понимаю из компании еж деревенская даниил здравствуйте расскажите о чем вы сейчас говорили в рамках сессии здравствуйте наша сессия была посвящена и гроссере моя тема его доклада ультрафреш в и гроссере на примере компании еж деревенская мы занимаемся тем что реализуем фермерскую продукцию через наш сайт и приложение и ультрафреш в нашей матрице составляет 25 процентов от ассортимента приносит более 50 процентов от всех продаж данная категория у нас растет порядка 10 процентов в год и мы видим сейчас активный запрос клиентов на расширение матрицы данной категории и на то чтобы мы учитывали пожелание клиентов с точки зрения упаковки данных продуктов клиенты хотят видеть возможность повлиять на размерность продукции например там плодов яблоки поменьше картошка побольше мы видим запрос на упаковку заказа и на качество продукции чтобы она не при этом не менялась в лучшую сторону так например когда мы работали с более быстрой доставкой за два часа сейчас мы доставляем за день то есть он заказал сегодня получил то качество продукции отличалась от текущего и количество рекламации которая получалась было там на 20 процентов выше то есть фермерский продукт тем более ультрафреш категории он подразумевает под собой то что он не может быть сегодня сорван и сегодня доставлен потому что так физически просто невозможно молоко надо там успеть произвести доставить до нас и мы будем только доставить до клиента поэтому мы делаем упор сейчас на качество не стремимся бежать быструю доставку и говорим про то что лучше товар приедет сегодня и мы завтра доставим тем то чтобы он был не свежий в текущих реалиях это очень важно поскольку условия на рынке поменялись мы идем в оптимизацию в экономическую эффективность положительную беду и только за счет минимизации списания увеличения эффективности процессов мы сможем на этом рынке нишевом надо признать существовать и развиваться поэтому мы одно из точек роста именно видим качество работы качество сервиса они сейчас выручку как в том году вы вот упомянули что у потребителя есть запрос на то например к в какой упаковке это будет да и например по продуктам действительно если мы заказываем например молоко я знаю какое перед молоко если я заказываю килограмм картофеля я он может приехать огромными клубными мы можем приехать может приехать маленькими да это действительно наболевшая наверное как решается это здесь мы работаем по нескольким направлениям и с точки зрения упаковки то мы активно прорабатываем обратную связь от клиентов плюс у нас есть отдельное поле заказе пожелания и на основе полученной информации мы работаем с поставщиками чтобы они меняли упаковку чтобы там был меньше лоток было меньше упаковки было больше этикетка было написано рекомендации по приготовлению а с точки зрения фруктов овощей мы отдельно на этапе фасовки а мы осуществляем данную операцию для клиентов за поставщика у нас компетенции здесь выше то мы это учитываем при фасовке и такие продукты маркируем отдельно и в конкретный заказ кладем отдельно там по рекомендации клиента в будущем планируем сделать отдельная возможность реализовать на сайте чтобы на этапе уже выбора карточки товара клиент мог учитывать размерность чтобы это выглядело так что я просто поставил в нужном месте галочку и она верно да мы идем к этому поскольку это активный запрос более пяти процентов клиентов это достаточно много хотят видеть чтобы их пожелания были учитаны это звучит действительно как очень полезная фишка мне кажется любого сервиса вам удачи в его реализации спасибо за такой интересный кейс спасибо спасибо